Показать гостям все лучшее, чтобы им захотелось вернуться. Участники второго форума «Самара гостеприимная» обсудили перспективы развития туризма и обменялись опытом. Какие направления отрасли оказались в центре внимания и что за турпродукты скоро появятся в регионе, расскажет Татьяна Пудова. Как сделать пребывание туристов в областном центре комфортным и незабываемым решают на втором форуме «Самара гостеприимная», который организован городской администрацией. Для продвижения региональных брендов уже выпустили товарный знак «Самарский продукт» и сделано в Самаре. Появится еще один. У нас сейчас в проработке знак, аналогичный региональному товарному знаку будет «Самара рекомендует», который будет, скорее всего, распространяться в том числе и на сферу общественного питания. И носители этого знака на своих дверях позволят потребителю сказать «Да, мы высокий класс». Летом этого года в Самаре прошел чемпионат мира по футболу. Участники форума отмечают, за время Мондиали город посетило порядка 500 тысяч туристов, 48% из них иностранцы. Центром притяжения стал бункер Сталина, музей модерна «Самара космическая», музей Эльдара Рязанова, детская картинная галерея. «Отличная идея того, что пешеходной стала улица Куйбышева на выходные, это прекрасная идея, многие туристы это отмечают, потому что по ней мы на автобусе просто проезжаем, а это настоящий музей под открытым небом, различия архитектурных стилей, и людям это нравится. Вот, пожалуй, традиционные маршруты, ничего здесь нового выдумывать не нужно, просто хорошо ездить, потому что уже известно и пользуется большой популярностью». «Главная задача сейчас не упустить ту ситуацию, которую создал чемпионат мира, она очень положительная для нас, это положительный тренд, его надо удерживать, максимально стараться удерживать и созданием продукта, и прежде всего совместной работой и с туроператорами, и со всеми заинтересованными структурами, и, конечно, с администрацией». На стратегических сессиях и в рамках форума участники обменялись опытом и наметили план развития делового туризма, паломнического, гастрономического, оздоровительного и лечебного. Татьяна Пудова, Виктор Соколов, Новости губерния.